Так, друзья мои, всем привет! В следующем видео мы посвятим, точнее, тому, что очень часто мне тут говорят и показывают, и рассказывают. Пока, слушай, промолчу. Я пробил трубу. Такое сообщение мне часто присылают мастера, которые сверлят отверстия в стенах, и при этом они не знают, где находятся и где проходят коммуникации. Это бывает частенько тогда, когда мастер приходит завешивать, допустим, зеркала, шкафчики, но до этого он на этом объекте никогда не был. Вот когда мы проводим все коммуникации по стенам, там, где предположительно могут висеть шкафчики, ящики, зеркала, мы стараемся вот эти все моменты досконально сфотографировать и снять на видео. Потому что когда уже спустя несколько, допустим, месяцев, либо даже год, как вот в данном случае на данном объекте, вот мы эти трубы здесь протягивали год назад, и когда вот мы сейчас уже пришли сюда вешать зеркало, я сам уже забыл, где проходят трубы, поэтому я немножко с опасением подхожу к этому моменту. Я сначала досконально просмотрел все фотографии, которые у меня есть в архиве, определил примерно, где находятся, где проходят трубы. Даже с помощью пирометра я замерил температуру стены в том месте, где у нас проходит горячая труба. Ну и потом уже немножко с опаской я начал сверлиться. Но еще при этом я проверял место крепления на зеркале, потому что как раз то место, где мы предположительно должны были сверлить отверстия в стене, по старым креплениям на зеркале мы в аккурат могли попасть именно в трубу, трубу холодную, либо горячего водоснабжения и пробить их. Но так как мы заранее все это учли, перевернул крепление на зеркало для того, чтобы дать больше возможностей для монтажа. То есть мы как можно дальше по возможности отодвинули отверстие от того эпицентра, где находится у нас труба. Ну и как видим, одно отверстие я уже просверлил, здесь у нас проходит труба горячего водоснабжения, то есть это место у нас уже обезопасено, то что там у нас уже есть отверстие. Теперь есть еще место там, где проходит холодная вода. Эта труба у нас по схеме проходит точно вот в этом месте, где у нас находится вот этот флажок, и у нас где-то вот в этом районе проходит труба. Но отверстие мы должны сверлить вот здесь, ну то есть примерно на 3-4 сантиметра удаляемся мы от того места, где у нас проходит труба. А так как вот это место у нас было немножко неопределено, так как это все мы делаем визуально, и те как раз размеры, которые здесь были учтены мною, я их уже благополучно забыл, но только по фотографии могу определить то, что расстояние примерно одинаково, что здесь, что здесь. Ну и с помощью пирометра, естественно, я прозвонил этот участок, где проходит труба. На ощупь тоже можно определить это, так как вот в этом месте у нас как раз теплый участок, здесь у нас проходит труба, а в этом вот месте у нас холодный участок, но на ощупь он определяется не очень, но все равно мы его ощущаем. И тем более у нас этот вот провод, он как раз проходит там, где у нас и идет труба. Следовательно, вот это отверстие, которое мы должны будем здесь высверлить, оно абсолютно безопасно. А всем мастерам, которые занимаются ремонтами, ремонтными работами, я рекомендую всегда делать фото и видео отчеты тех мест, где у нас проходят трубы, где у нас проходят провода, потому что если не вы, то какой-то другой мастер может прийти на объект, чтобы там установить хотя бы крючок, он не позаботится о том и не убедится в том, что там где-то возможно когда-то были проложены трубы. И с вероятностью на 100% он может попасть в эту трубу, потому что это закон подлости, не хочешь, а найдешь. Поэтому делайте фото, видео отчеты, делайте размеры конкретику, где конкретно могут проходить трубы, для того, чтобы мастер, который будет после вас, ну хотя бы не попал в трубы, которые вы прокладывали. А потом вам не придется возвращаться на объект, чтобы переделать то, что вы сделали когда-то. Вот, поэтому сейчас мы занимаемся завеской зеркала, чуть позже я покажу, как это будет выглядеть, но этот совет забейте себе навсегда. Всегда помните о том, что если не вы, то кто-то кроме вас может найти трубу в стене. Это обезопасит вас, заказчиков, ну и мастеров, которые будут после вас. Вот, работаем и не забываем то, что трубы, к сожалению, они хоть и спрятаны в стене, но найти их всегда можно. Итак, вот оно, наше зеркало, размер этого зеркала в диаметре 80 сантиметров. И отверстия, которые мы уже перенесли, они изначально были на расстоянии примерно где-то 30 сантиметров. Да, 30 сантиметров расстояние между отверстиями по центрам. И мы его перевернули, крепление я имею в виду, и теперь у нас расстояние 34 сантиметра. То есть мы с каждой стороны взяли запас по 2 сантиметра от возможного попадания в трубу. Если так учесть, то что расстояние между трубами там примерно на 13 сантиметров, то вот здесь где-то на расстоянии 26 сантиметров от этого моего крепления до другого крепления у нас должны были проходить трубы. Ну, так как вероятность попадания все равно присутствует, поэтому смещение креплений, которое нам дало возможность еще подальше от отодвинуться от трубы, это значительно упрощает нашу задачу, и мы можем спокойно сверлиться в стену, не боясь возможности попасть в трубу. Поэтому вот эти вот моменты тоже учитывайте, когда пытаетесь или крепите зеркало. Крепление всегда можно перенести, а вот трубу не всегда получится переделать. Продолжаем работу со сверлением отверстий в керамограните. Это получается не очень-то быстро, так как керамогранит у нас здесь жесткий, а сверла у нас уже порядком затупились. Поэтому медленно, но верно мы идем к своей цели для того, чтобы засверлить два отверстия, потом здесь установить крепление и повесить зеркало. Но о том, что вы должны помнить, я уже об этом говорил. Если во время вскрытия зеркала вы вдруг не нашли крепление, то обратите внимание вот сюда, вот на это отверстие, и здесь привязаны прямо к кабелю те самые крепления, которые должны быть установлены во время завески этого зеркала. Вот они здесь примотаны и никогда не потеряются. В случае чего ищите их именно вот здесь. И вот у нее вилка тоже идет в комплекте. Но на вилке не нужна, мы ее обрежем, соединим, там у нас уже есть провод. Все, идем монтировать. Зеркало повешено. Вот такое вот круглое зеркало, сейчас оно еще в поленочке. Мы ее снимать пока не будем. Заказчики, я думаю, сами снимут, справятся с этим делом. Сейчас нам нужно подключить провод для того, чтобы заработала подсветка. Если, конечно, электрик сделал все правильно, и наше зеркало должно работать от выключателя, либо работать от сенсора, который находится вот в этом районе, то все будет у нас в порядке. Если же что-то где-то было напутано, так как электрикой занимались здесь не мы, а приглашенный мастер, то, возможно, что-то пойдет не так. Ну, надеюсь, все будет в порядке. Зеркало, как мы видим, уже установлено. Осталось сделать самолым всего, подключить два провода. И у нас должно быть здесь ярко и красиво. Смотрим, что у нас получится. Ну, я думаю, не слишком высоко это зеркало находится. В принципе, я рассчитывал как бы между плиток и на свой уровень. Заказчик немножко выше меня, а заказчик чуть пониже. Ну, я думаю, средничок это вот как раз мой рост. Слишком близко к смесителю делать тоже смысла нет. При умывании капельки воды будут брезгать. А так свое отражение уже можно в этом зеркале наблюдать. Поэтому я считаю, что это вот лучший вариант по высоте. Там потолок, тут раковина, а в зеркале я. Работаем дальше. Зеркало установлено. Кстати, такой момент. Так как все-таки случаются ситуации, где у нас бывает такое, что где-то кто-то трубу просверлил. На этот случай я в первый, в первый, самый первый случай, когда у меня такое произошло, я сразу купил насадку для того, чтобы можно было паять трубы, заделывать эти отверстия. И не нужно было разбирать целиком всю стену. А нужно было просто почистить то место, где нужно запаять отверстие и заделать его. Об этом отдельном я уже который год хочу сделать видео, но я думаю, скоро к этому придем. Мы забабахаем такое видео, и я вам все расскажу, покажу, как нужно это все делать. Поэтому смотрим это видео, ставим лайк, подписываемся на канал, ну и также, в общем, пишем в комментариях ваше мнение про зеркало. Зеркало, какое вы больше предпочитаете, круглое, квадратное, прямоугольное, или какой-либо такой другой абстрактной формы, с подсветкой или без. Это мнение для кого-то будет очень решающим в выборе для того, чтобы реализовывать его на своих объектах. Пока, в общем, у меня все. Сейчас я доделаю эту розетку и, в общем, покажу вам, что получилось. Всем здорово. Поковырялся немножко здесь в проводах. Обнаружил два провода, которые вообще ни о чем. Соединяя их, я просто вырубал на всей квартире свет. Ну, там диф автомат срабатывал. Не понимаю, почему такое произошло. В общем, определил, какие два провода отвечают у нас за подсветку на этом зеркале. Здесь у нас два питающих провода. Это у нас два провода, которые на освещение вот на это вот. Ну, и вот эти два непонятно куда. Когда я их соединяю, почему-то вырубают здесь все автоматы. Вот. Поэтому сейчас я соединю все в окна, установлю две розетки, и у нас тут будет чудо. Завершил я работу с этой розеткой, с этим зеркалом. Теперь обратите внимание, как она будет включаться. Вот так вот. Просто движением руки. Мы не прикасаемся к зеркалу. Проводим рукой, и оно у нас включается. Проводим рукой, оно у нас выключается. Волшебство. Вот к чему сейчас приходит новая технология. До того, чтобы даже нам не нужно коснуться предмета, чтобы он активировался. Скоро даже, наверное, придется просто силой мысли. Подумал, зеркало выключить, и оно выключилось. Подумал, зеркало включить, и оно включилось. Ну, сейчас, конечно, есть такие управления голосом, но все равно, когда мы моемся, приводимся в порядок перед зеркалом, нам не очень-то и охота касаться зеркала, для того, чтобы его потом мыть, потому что оно будет мараться. Ну, вот так, в общем, можно его включать и выключать. Все. На этом это ужасное видео про то, как я просверлил трубу, закончилось. Зеркало мы благополучно повесили, и ничего страшного не произошло. Видео немножко получилось длинным, но уж извиняйте. Такое уж охота было все в одном видео уложить. Надеюсь, не сильно наскучило. Клина, спасибо. Пока. Продолжение следует...